привет мои хорошие в этом видео я буду насиловать ваши уши все почему все потому что общение в мессенджерах все больше проникает в нашу жизнь сегодня мы все общаемся посредством таких мессенджеров как telegram ватсап вайбер ну и так далее даже в разных других социальных сетях у нас есть возможность отправить друг друг другу либо текстовое сообщение либо наговорить голосовушечку и многим из вас не нравится слушать голосовые сообщения многих людей они просто раздражают и бесит и в этом видео я постараюсь научить вас отправлять голосовые сообщения которые не будут бесить ваших слушателей начнем пожалуй первая ошибка при отправке голосовых сообщений смотрите у вас есть мобильное устройство мобильный телефон и естественно в мобильном телефоне есть микрофон в который вы наговариваете голосовое сообщение и первое на что стоит обратить внимание это то на каком расстоянии вы держите от себя ваше устройство потому что если вы держите на близком расстоянии то со звуком все будет в порядке сейчас я вам дам прослушать то что я сейчас наговорил но некоторые люди включают голосовое сообщение и записывают его на таком расстоянии и это уже слушать намного сложнее и намного тяжелее берегите уши ваших слушателей вторая ошибка которую можно случайно допустить можно случайно пальцем закрывать в любом мобильном устройстве есть дырочки под микрофон и можно случайно пальцем вот так это делать и случайно закрывать эти дырочки и это тоже мешает записи вашего голосового сообщения до сегодня будет много технических моментов но что поделать если вы отправляете голосовые сообщения которые невозможно слушать следующий момент заключается в чем никогда не записывайте ваши голосовые сообщения в наушниках по типу airpods почему все потому что когда вы записываете в таких устройствах ваши сообщения ваш мобильный телефон записывает это сообщение через микрофон вашего наушника а микрофон вашего наушника он очень маленький да еще и помимо этого стоит в вашем ухе давайте я вам сейчас запишу голосовое сообщение без наушника 123 это контрольное голосовое сообщение от юрия пузыревского а теперь точно такое же голосовое сообщение я запишу в наушнике я думаю от этой разницы вы сейчас офигеть первая ошибка держать устройство далеко от источника звука источник звука в данном случае это ваш рот вторая ошибка записывать либо в airpods ах либо еще очень многие люди любят подключить свои мобильные устройства к автомобилю и там тоже к сожалению в большинстве случаев все проблемно с микрофонами для прослушивания это очень удобно вы берете наушники свои любимые и если вы слушаете голосовое сообщение вам удобно потому что вы можете находиться где-то где находятся другие люди но когда вы наговариваете голосовое сообщение либо отключайте bluetooth либо снимайте наушник и наговариваете прямо в телефон следующая проблема с которой можно столкнуться при отправке голосовых сообщений которые будут бесить ваших собеседников она заключается в том что окружающая среда достаточно шумно какая это окружающая среда либо это слишком людное место к примеру торговый центр где ходит много людей и естественно много людей разговаривают вторая проблема это улица потому что когда вы ходите на на улице вы можете словить характерный звук знаете такой звук надеюсь он записался и когда вы ходите по улице и записываете голосовые сообщения а на улице ветрено то ваши голосовые сообщения будет потом тоже тяжело слушать то есть что можно сделать можно позаботиться о том чтобы зайти в какое-нибудь место где нету постороннего шума например ветра либо же если вы находитесь в помещении где находится много людей опять же правило первое подносим микрофон близко второе не записываем через лучше чтобы не было других людей ну это маловероятно но тем не менее теперь поговорим о других вещах а следующие вещи заключаются вот в чем если вы плохо излагаете свои мысли то не нужно отправлять длинные голосовые сообщения что это значит не каждый человек занимается деятельностью которой в которой развита публичное общение не каждый человек умеет красиво емко кратко формулировать свои мысли и если вы не являетесь мастером слова то возможно лучше и не отправлять голосовое сообщение потому что ваше голосовое сообщение будет звучать следующим образом ну это я тут хотел тебе сказать что это вот послезавтра или когда там в четверг после пятницы возможно я к тебе приеду ну ты помнишь как мы с тобой об этом договорить вот такое будет вот понимаете и а по сути информативности в этом сообщении нету но это сообщение может быть растянуто на минуту или даже на 2 если вы понимаете что вы можете в двух трех строчках мы даже в пяти строчках уместить ваше сообщение не поленитесь а напечатайте его и у этого тоже есть причины вы облегчите жизнь вашему собеседнику почему я так говорю потому что ваш собеседник тот человек который слушает с техническими вещами мы разобрались да мы научились уже записывать голосовые сообщения в нормальном формате но ваш собеседник может находиться в таких условиях где он просто не может слушать ну например он находится в банке или он находится на работе или на совещании на каком-нибудь или в конце концов просто есть посторонние люди при которых он бы не хотел слушать и если вы не отправляете голосовое сообщение а пишите ему текстом ему просто гораздо легче почитать позаботьтесь о тех с кем вы общаетесь и самая крутая фишка это то что я очень рекомендую вам от чего отказаться делать это отправлять короткие сообщения по типу да точно отлично или нет вы представляете очень многие люди так делают человек ждет от вас какой-то информации вместо того чтобы ему написать одно слово да вы ему записывайте голосовое сообщение да а у него может не быть возможности это сообщение просто банально прослушать и позаботьтесь позаботьтесь о том чтобы короткие сообщения которые можно уместить в 2 3 4 строках не наговаривать в каком случае мы прибегаем голосовые сообщения вообще не голосовые сообщениям вообще не мы прибегаем в том случае когда нам нужно большой объем информации передать человеку но у нас нет возможности печатать ну например мы делаем что-то параллельно или мы едем за рулем либо нам тяжело расписывать это все но опять же позаботьтесь о ваших собеседниках позаботьтесь о тех людях которые будут слушать эти сообщения они должны быть достаточно емкими и не должны быть растянутыми хотя растянутые сообщения тоже имеют место быть в каких случаях например у меня с моими клиентами есть даже такая услуга telegram консультация когда человек не может быть со мной на связи в зуме и не может быть на консультации вот так вот очно но у него есть какие-то ко мне вопросы на которые бы он хотел получить развернутые ответы он мне пишет что-то и я могу ему наговорить даже 10 минут какого-то ответа порой даже бывает и больше 15 но я там говорю по существу по существу и может быть мне приходится приводить какие-то примеры и это просто экономит время да потому что я обладаю какой-то информацией которую я наговариваю в течение 15 минут человек прослушивает получает ответ на свою информацию это экономит время и может быть вот этот текст который в течение 15 минут я говорю я бы печатал только полчаса а потом человек только полчаса другой читал а так за 15 минут он прослушал но это скорее исключение чем правило когда мы просто общаемся и когда у нас просто идет диалог и если мы можем не отправлять голосовое сообщение не отправляйте его пожалуйста если вы можете написать текстом напишите текстом и если вы уже все-таки отправляете голосовое сообщение подумайте о том человеке который слушает вас постарайтесь избавиться от слов паразитов постарайтесь говорить более коротко и ясно и самое главное учтите все технические советы не записывайте в airpods и не записывайте когда ваше устройство где-то далеко потому что некоторые люди знаете как записывают голосовые сообщения они идут даже по улице когда идешь по улице надо вообще говорить прямо в микрофон в микрофон а люди идут по улице держат вот таким образом микрофон размахивают своим телефоном своим устройством и думают что их собеседник их очень хорошо услышит и это может почему я записываю вообще это длинное видео про голосовые сообщения все дело в том что вы можете ловить негатив от тех кому вы отправляете голосовые сообщения но они вам не скажут в чем дело они скажут потому что не осознают мало кто из людей тебе скажет слушай меня бесит слушать твои голосовые сообщения потому что ты их наговариваешь получасовыми а там информации которая нужна там две минуты а ты наговорил получасовое сообщение мне пришлось его пора прослушать вам люди такого не скажут из вежливости из культуры там еще чего-то да есть ускоренная перемотка можно на ускоренном слушать сообщение но лучше чтобы у ваших собеседников не вяли ушки изначально сформулировать свои мысли коротко правильно не отправляйте больше чем 2 3 минутные голосовые сообщения это тоже очень удобная история если вам нужно передать человеку очень много информации в формате голоса то делайте 2-3 минутные максимум пятиминутные сообщения отправляйте если вам нужно потом продолжить говорить наговаривайте дальше потому что во всех мессенджерах не очень удобно устроена эта вся история с прослушиванием то есть человеку может быть неудобно банально слушать длинное сообщение потому что если у него допустим вы ему записали сообщение на полчаса а у вашего знакомого есть времени там 10 минут он прослушал треть сообщения то ему потом приходится искать это место а если вы такими короткими блоками по 35 минут ему отправляете ему просто легче даже находить какое сообщение он прослушал какое не прослушал мои хорошие подведем небольшой итог первое говорим близко к микрофону второе не записываем в наушниках третье стараемся озаботиться пространством которое вокруг 4 если есть возможность написать если вашем сообщении голосовом 35 строчек то лучше это сообщение написать текстом потому что ваш собеседник может быть в не очень хороших условиях где он не может ваше коротенькое сообщение прослушать в котором вы ему ответили да или нет или не знаю или еще по каких-нибудь пару слов сказали ваш человек может быть находиться там где нет возможности слушать его могут подслушивать другие люди прочитать у него всегда есть возможность он глянул на экран и все поэтому да пребудет с вами сила я вас верю не забывайте ставить лайки комментировать наши выпуски мессенджеры плотно входят в нашу жизнь и возможно вам будут еще интересны и техники общения в переписке потому что несмотря на то что все техники общения которые мы используем в речи можно перенести в технику общения в при переписке многие люди не знают как это сделать поэтому если вам интересна эта тема давайте попробуем эту тему тоже развить на нашем канале я думаю из этого получится что-то хорошее брат был рад всех видеть и до скорых встреч пока пока